Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе в центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мери Масаналым. В городах Ош, Такмак, Кемин, Каракол, Майлю, Субалхчи, а также более 20 аильных аймаков 27 марта состоялись очередные и досрочные выборы депутатов местных кенешей. Впервые на выборах местного значения использовались автоматические считывающие урны, а более 270 тысяч кыргызстанцев могли проголосовать только пройдя биометрическую идентификацию. В регионах развернулась нешуточная борьба. Конкуренция друг к другу составили 24 политических партии. Среди них были как региональные, так и находящиеся во власти. СДПК Атамекин, Республика Атаджур, Тойнегу Прогресс, Кыргызстан и Бирбол. По данным главы Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Туаналы Абдраимов, явка избирателя по республике составила 56%. Кемини явку определили в 53,6%, Токмаке 61,5%, Ваше 60,5%, Майлюсу 54%, Балхче 52% и в Караколе 43%. Все избирательные участки были оснащены со стороны ГРС ноутбуками, ридерами для считывания отпечатков пальцев и ID-карт. С нашей стороны все были оснащены автоматически считывающими урнами, даже с запасными, с запасом. И мы даже системных администраторов тех районов, где не проходят выборы, направили в те участки, где будут проводить выборы для оказания помощи. Но я еще раз говорю, в начале утром какие-то проблемы были с техникой, но в течение часа все они ликвидированы. И в целом по всем 27 округам местных Генеш выборы прошли спокойно в штатном режиме. Отметил Абдраимов. По предварительным данным в Караколе первое место заняла партия Тавлга, второе СДПК, третье место Кыргызстан, четвертая республика Атаджург, пятая Юнгу Прогресс. Всего в Горке Неши будет заседать пять партий. В Балхче первое место у Замандаша, далее следует Кыргызстан, республика Атаджург, СДПК и Юнгу Прогресс. В Кемене первенство взяли социал-демократы, за ними идут республика Атаджург, Замандаш, Юнгу Прогресс и Улу Кыргызстан. Такмаке лидером также стала СДПК, набравшая 37% голосов. В Горке Неши прошли и Кыргызстан, партия справедливости АК и Раш. Большой интерес вызвали итоги выборов в одном из самых крупных городов Кыргызстана – Аше. Как и прогнозировали эксперты, фаворитами стали СДПК с 36% голосов и Кыргызстан с 15,7%. Депутатки мандата выиграли и Микенем Кыргызстан, республика Атаджург, Бирбол и Юнгу Прогресс. Майлису первенство завоевала республика Атаджург, второе место СДПК, далее идут Юнгу Прогресс и Атамикен. Окончательные результаты голосования станут известны на следующей неделе, пояснили в Центре Сбиркоме. Серьезно грубых нарушений на выборах не было. В Ассоциации Тазашайлё, проводившие мониторинг процесса на 80 участках, рассказали о зафиксированных нарушениях по техническим и организационным вопросам. Из-за сбоя оборудования голосования в некоторых местах началось с запозданием на час или несколько минут. Были зафиксированы нарушения с процесса голосования. Опять-таки мы хотим отметить слабую подготовленность членов комиссии, потому что те процедуры, которые предусмотрены в законе, члены комиссии в достаточной мере не знали. Больше нарушений происходило вне участков. Рассказал представитель Ассоциации Эдир Бова. Деньги решают всё, в этом убеждены многие, особенно те, кто продаёт свои голоса. Глава Центра избиркома Тазашайлё указали и на факты подкупа избирателей. Сейчас этими случаями занимаются следственные органы. Согласно законодательству, агитация прекращается за 24 часа до дня голосования. Но, по словам Эдди Рабовы, к правозащитникам поступали сигналы о скрытой агитации и повсеместном подкупе голосов. Агитация, к тому же, сопровождалась массовым скоплением сторонников некоторых партий, которые внимательно наблюдали за окружающими и не допускали введения фото или видеофиксации этих действий, вплоть до угроз применения физической силы. Цены на голос варьировались от 500 до 2000 сомов в зависимости от региона. Зафиксировали один факт в городе Аши. По сообщению наблюдателя, некоторая женщина на микроавтобусе раздавала деньги. Наши координаторы выехали на место. Единственное, что мы успели, это сфотографировать саму автомашину и эту женщину. Также очень много поступало информации, что вокруг участка ходят лица со списками, перепроверяют, следят за явкой на избирателей. Ну, косвенно это указывает на то, что был подкуп. По данному случаю на участке 52-72 был составлен акт. Мы обратились в органы правоохранительные. Рассказал Бова. Немаловажно отметить, что в Кыргызстане на сегодняшний день нет ни одного прецедента по привлечению к ответственности по статье «Подкуп избирателей». Эта проблема продолжает быть актуальной и носит угрожающий характер. По мнению главы государства Алмазбека Тамбаева, только с повышением гражданского самосознания можно от нее избавиться. Пока же призыв президента не продаваться за водку и бешпармак не сильно воздействует на население. Политолог Тамерлан Ибраимов считает, что в этом аспекте необходимо жестко исполнять механизмы законодательного характера. Нужно усиливать работу правоохранительных органов. Во-первых, конечно, нужно очень жестко исполнять то законодательство, как у нас сегодняшний день есть. К сожалению, пока мы много слышим о том, что идет «Подкуп», но никто за это не понес никакой ответственности. Это недоработки правоохранительных органов. Что там больше? Нежелание находить этих людей. Просто, я не знаю, не видят в упор то, что происходит. Второе, ну вот знаете, вот если избиратель хочет продать свой голос, он ищет всяческие пути продать свой голос. И в этом смысле он говорит, что мы можем 100% эту проблему убрать, наверное, будет слишком так, в самом деле. Сказал эксперт. По его мнению, 15-25% избирателей готовы голосовать честно, не за деньги. Но они и не ходят на выборы или разобщены. Если найдутся партии, которые смогут мобилизовать данную часть электората, это будет значительным шагом вперед. Ведь параллельно негативным проявлением, как «Подкуп» избирателей, выстраивается другая система, которая показывает, что есть люди, желающие голосовать сердцем. Налицо и запрос на новые, по-настоящему честные партии с хорошим идеологическим фундаментом, за которыми пойдет народ. Политолог Игорь Шестаков констатирует, пока наши политические партии за счет своих кандидатов предвыборных программ не могут гарантировать себе место в законодательных органах власти. Это еще отголоски тех времен, когда, собственно говоря, все время народ приучили к тому, что раз выборы, значит, что-то кто-то должен дать. Но эту систему, конечно, надо менять, потому что мы, с одной стороны, за счет «Подкупа» получаем недееспособных депутатов, а это означает недееспособную власть, законодательную местную, да, и не решение ключевых экономических и, ну, прежде всего, экономических проблем. Сказал он. Эксперты отмечают, что победа на выборах местных кенешей – это дальнейшая раскладка сил и средств. Она становится особо актуальной перед приближающимися президентскими выборами в 2017 году. В прошедшем голосовании одержали победу партии, находящиеся сегодня во власти, имеющие мощные финансовые и административные ресурсы, так как партия социал-демократов и республика Атаджурт одержали победу во всех шести городах, партия Кыргызстан в четырех городах, Уинюгу прогресс в пяти, Бирбол и Атамикен только в одном городе. При этом в некоторых городах первенство получили региональные партии, к примеру, Табулга в городе Караколи. Если вспомнить прошлые выборы, то в них отличилась региональная партия Уинюгу в Джалабаде. Сейчас политобъединение заседает в парламенте и является частью коалиции большинства. Тамерлан Ибраимов полагает, что проигрыш партии, находящейся сегодня у руля, свидетельствует об определенном недовольстве гражданами. Говорит о том, что предпочтение людей достаточно сильно меняется сегодня и нет такого устоявшегося. Есть определенное недовольство теми партиями, которые у нас сегодняшний день есть, в парламенте заседает. Сказал он. В целом стоит признать наличие большой политической конкуренции между игроками. Факт участия на выборах более 20 партий свидетельствует об этом. Исход же выборного процесса – это своего рода диагностика популярности политобъединений на региональном уровне. Это тестирование рейтинга политических сил. Важность выборов местных кенешей неоспорима. Именно от депутатов зависит просветание того или иного региона. Именно депутаты городских и сельских советов ближе всех простых граждан, чьи проблемы и нужды они обязаны решать ежедневно. Материал специальный для IWPR подготовила Ганыш Абдраева. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR ради Института по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Субтитры создавал DimaTorzok